Доброго времени суток, уважаемые любители кофе! Приветствую вас на канале Кофеварка! Сегодня мы проводим тестирование очередной капсулы для кофе автомата Nespresso DeLonghi Lovace Espresso Delicato. На нашем канале представлено кофе данного производителя. В капсулы мы заправляли капсулы Ler, из-под кофе Ler. Очень прекрасно себя повело это кофе. И практически в разных капсулах мы его заправляли. И в пластиковые капсулы, вот такие, из-под Dima Estre мы заправляли. Отлично они заправлялись. И в капсулы с Алиэкспресса. И в общем этот кофе Lovace Rosso нам очень-очень понравился. Замечательный кофе. Вот этот сорт, он произведен был не для России. Здесь отсутствуют какие-либо надписи на русском языке. Присутствуют только комментарии на итальянском, французском, немецком, Нидерланды, Испании и греческий. Но я думаю, что кофе называется Delicato. Эспрессо Delicato. Степень обжарки 4. Думаю, что вот это интересное слово. Не знаю, как читается по-итальянски. Переводится как интенсивность обжарки. Вот. Кофе очень вкусный, хороший. Но если сравнивать Lovace Rosso, Rosso мне понравилось больше. Ну, как бы, это кофе нам тоже понравилось. Мы его будем заказывать. Капсула. Поговорим о капсулы. Капсула, ну, она выглядит достаточно ровно. Капсула полностью пластиковая. Сзади у нее алюминиевая наклеечка, спереди алюминиевая наклеечка. Вот. Ну, вот для ради интереса я такую капсулу вскрыл. Поглядеть, как она выглядит изнутри. Вот. Капсула очень тонкая, поэтому вот эти края. Ну, что-то я решил, что готовить в него заправлять я не буду. Потому что за прошедшие 3 месяца у меня скопилось много капсул. Ну, и вот эта капсула, она такая же тонкая, но она достаточно ровная. И я решил, что буду заправлять в них. Поэтому эти капсулы после использования отправляются прямиком в мусорный контейнер. Значит, вот эти капсулы от другого производителя. Ну, вот тоже с Евросоюза получается. В них еще я не пробовал заправлять. Буду заправлять. И определюсь, подскажу, как они себя ведут. Приступаем к приготовлению кофе. Готовить мы с вами будем в объеме лунга. Это кофе прекрасно для этого объема подходит. Приступаем к готовке. Да, и будем с вами делать капучино. Вот, прошло пробитие. Обратите внимание, достаточно большой слой пены. Он такой, ну, получился, в общем-то. И, я говорю еще раз, готовится просто замечательно. И вкус у него очень приятный. Очень долгое послевкусие. Капсулы, стоимость их в интернет-магазине составляет 300 рублей ровно. Ну, плюс доставка. Поэтому вполне себе демократическая цена. То есть, если вы находитесь в пределах Москвы, то можете его получить через курьера, либо забрать самостоятельно. В общем, весьма рекомендую данный сорт кофе к приобретению и потреблению. Ну вот, вы видели, достаточно полный объем. То есть, весь объем 110 мл эспрессо проследовал в наш стаканчик. Сейчас я вам продемонстрирую, как себя повела капсула. Капсула так же, как и та, что я показывал. Вот обратите внимание, ее как бы так вот вжало по краям. Ну, пробитие прошло полное. Спереди, конечно, и сзади. То есть, ничего сказать плохого не могу. Да, внутри капсулы отсутствует. Вот здесь вот отсутствует фильтр. То есть, она просто вот так насыпана вовнутрь. И все. Собственно, так же, как и я заправляю самостоятельно эти капсулы, так же и производитель их примерно заправляет. Ну, с применением, видимо, технологий. Вот такой объем жидкости, чисто номинальный. То есть, вы можете не боясь пить это кофе, не знаю, несколько раз, когда у вас эта чаша очень долго не заполнится. Значит, что еще? Пора вкус. Вкус у него еще раз говорю. Такой, он с кислинкой. То есть, если лаваса роса, он такой какой-то кремовый, у него такая текстура, да, что ли. Такой мягкий, как бы, вкус. Это более мужской, я бы сказал, вкус. Кофе. Легкая горечь. То есть, не такой он горький, как, допустим, другие сорта, инэспрессо, включая. Вот. Очень долгое послевкусие. Еще раз хочу обратить ваше внимание, особенно с утра, вот, если вы не завтракаете плотно, как я, допустим, не завтракаю, и пью кофе, и еще вот до работы идешь или едешь, и это кофе еще все еще вкусово чувствуется прям, ну вот. То есть, это кофе делает из нас кофеманов. Так, ну, не буду выгребать, я все тут достаточно. Я наливаю минимальный объем в капучинатор, да, но получается довольно много. Итак, еще раз напоминаю, сегодня мы тестировали лаватса эспрессо деликата, степени обжарки 4, прекрасный кофе, прекрасно готовится, изумительный вкус, весьма вам рекомендую его к приобретению. Всего доброго, наслаждайтесь кофе, подписывайтесь на наш канал, до новых встреч!